Итак, мы продолжаем суть всех заветов, которые были. Авраам, Ицхак и Акул. Они передавались вот таким образом. И суть их сводилась к чему? Потомство, земля и семя, в котором благословлятся все народы. Отследили мы это все? Один только сказал, угу. Все остальные думают, о чем это он четвертый день нам говорит? О том, что это для того, чтобы потомство что делало? Ходило путями. Передавало. Понятно, да? Где это у нас написано? Мне двенадцатая. Восемнадцатая. И поставлю завет вечный и потомствую после него. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своего после меня ходить путем Господним, творя правду и суд. Для того, чтобы потомки ходили и творили правду и суд. Понятно, да? То есть, понятна преемственность. Да? Понятна передача. Понятно, да? Здесь все понятно. Все просто. Израиль наступает счастливый момент, попадание их в Египет, неприятные моменты, связанные с пребыванием и исход. Видим, после какого-то наступает завет Ноха. Затем наступает завет Ицхаку и Иакова. Где-то здесь происходит описание событий, которые происходят с потомками Авраама, Ицхака и Иакова. Наступает момент, когда Бог открывает в 15 главе при заключении самого завета, что же будет происходить с потомками. Куда они переселятся, что там будет и как они оттуда что выйдут. Мы разбирались там, к чему относятся 430 лет, к чему относятся 400 лет. Но наступает время, когда это все таки исполняется. И мы разбирали момент исхода, когда Бог объясняет, для чего Он это делает. Для чего? Что когда они будут рассказывать, они узнают, чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте и о знамениях моих, которых я показал в нем. И чтобы вы знали, что я Господь. Отлично. Передача завета сохраняется. Да? Все отлично. Итак, евреи выходят. Евреи выходят из Египта. Да? И Бог чего-то хочет от них. И Он говорит, вы будете у меня царством священником и народом святым. Зачем это? Зачем это? А зачем ему это? Итак, если вы будете слушать согласно моего и соблюдать завет моего, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священником и народом святым. Ну, все упало, и раньше его податься. Итак, еще раз. Итак, если вы будете слушать согласно моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священником и народом святым. Ага. Оказывается, чтобы они служили другим народам. Или показывали пример другим народам. Чтобы они были светом и солью для других народов. Чтобы они показывали своей жизнью, что есть тот, кто сотворил небо и землю. Тот, кто сказал, как правильно. И помогли другим прийти к нему, к познанию истины. Когда евреи выходили из Египта, другие народы, те, кто захотел присоединиться, они уходили в землю обетованную. И, в общем-то, догадывались, где, по идее, эта земля должна находиться. Потому что они уже выходили, не пользуясь идеей, выйдя в землю, которую я укажу. А они знали, что они должны возвратиться в определенную землю. И Всевышний имел для них определенный план. И он хотел, чтобы весь народ взошел куда? На гору. Мы знаем, что при наступлении ура, что было, и Бог сказал, во время протяжного трубного звука вы можете взойти на гору. Когда это все было? Ну, так просто. Какой день после исхода? Пятидесятый. Взойти должны были на пятидесятый. Вы уверены? В третий месяц по исходе сынов Израиля и земли египетской. В тот самый день, на Волуние, пришли они в пустыню Синайскую. В какой месяц? Это сколько дней прошло? Нет? Нет? Я читаю события 19 главы с первого стиха. По 26 и по 27 никогда. Не горячись сажал. Только 29 или 30. Других не было. Или 29 или 30. 31 вот никогда. То есть 29 или 30. Вам должны были давать устройство еврейского календаря. Я так думаю. Да? Ну-ну. Так что там с первым стихом? В третий месяц происходит сынов Израиля и земли египетской. Итак, друзья мои. Интересует. Мы имеем какое-то представление. Какое представление мы имеем? Что события происходили на 50-й день. Теперь у меня вопрос. Насколько наше представление соответствует чему? Писанию. Я беру, открываю и читаю, что эти события происходили... Я спрашиваю. Извините. Это похоже на 50-й день? Я знаю, когда они вышли. Я спрашиваю. Похоже третий месяц на 50-й день? Или не похоже? Я не возражаю. Скажите мне, пожалуйста. С какого момента надо считать? Я посчитаю. И что? Я спрашиваю. Третий месяц похоже на 50-й день или нет? Я же не спрашиваю. Я же не прошу у вас сейчас что-то успевать. Я спрашиваю, похоже или нет? Успевать ничего не надо. Просто похоже или не похоже? Не похоже. Отлично. Не похоже, потому что было меньше 50-й. Да, я сказал меньше. Был первый месяц. Потом был второй месяц. И было начало какого месяца? Это третий месяц начался. Правильно? Да. Здесь, простите, они вышли в какой день? 15-й. Значит, осталось... Либо 15, либо 14. Если оставалось 14, то здесь сколько дней было? Если здесь 15, то было 29. Извините, первый день какой это по счету был? Чего-чего? В третий месяц происходит снова Израиль. Земля Египетская. В самый день Новолуния. Нормально все? Так какой это день? Ну, по-моему, 44. На 50-й не похоже. На 50-й не похоже. Не похоже. Но, кстати говоря, не похоже, потому что не больше 50-й, а... Сплошная арифметика. Согласен. Я придираюсь, вы же понимаете. Так что событие, ну, там 3 дня надо было очиститься, и все равно не получался 50-й. Так что произошло на 50-й? Он сошел через 3 дня после 44-го. Итак, в третий день происходит снова из земли Египетской. В самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они с Рефодимой, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там с Таном в пустыне, и расположился там издравимый с Таном против горы. Моисеев зашел на горы, и вызвал Господь к нему с горы, говоря, Так скажи дому Иаковлю и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал с египтянами, как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать глаз моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля. Вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшего народа, и предложил им все слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал, единогласно говоря, все, что сказал Господь, исполнит. И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисей, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда. То есть народ еще что? Не поверил. Но если Бог говорит, чтобы они поверили тебе навсегда, то на самом деле они что? Не поверили. И сказал Господь Моисею, поди к народу и святи его сегодня и завтра, пусть вы ему это одержите, чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. Ну, ходил, приходил, и так, что с пятидесятом днем срослось? Не срослось с пятидесятом? Нет? То есть им сказали, на третий день произойдет, а не подождали, оно не произошло. Ну, в шестнадцатом стихе написано, на третий день при наступлении утра. Извините. Друзья мои, о чем идет речь? Что произошло в шестнадцатый день? Ну, согласно традиции, что-то должно было вообще произойти. С крыжами? Так туру или скрижами? Представление – это сила. Не на пятидесятый шо. События девятнадцатой главы книги «Исход» происходят явно не на пятидесятый день. С крыжами он принес дней так на девяностый. Шо? Глава, где Господь изрек слова, она была в тот же самый день, в третий день, получается. Ну, и? То есть это сорок седьмой день. У меня вопрос к вам следующий. Скажите, пожалуйста, друзья, когда Бог начал давать Израилю заповеди? А закон, когда он им дал? В этот третий день. В этот третий день, да? Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Там, это вы знаете где? Пришли в меру и не могли пить воды в мере. Это пятнадцатая. Пятнадцать двадцать пять. Закон раньше был. Упс. Упс. Представление? Так, что с пятидесятым днем у нас? Опять, ну, нельзя по кругу угонять. Мы разобрались, что события отказа подниматься на гору были раньше пятидесятого дня. Еще будем раз разбирать это? Мы же разобрались, что девятнадцатая глава начиналась в сорок четвертый день, да? А потом еще три дня, и это явно не пятидесятый. Это когда? Ну, еще мне раз повторить, что это явно не пятидесятый. Мы в какой главе сейчас находимся, по-важному? А события девятнадцатые мы только что не разобрали уже, когда было, на какой день. Спрашивайте у меня. Согласен. Вы не поверите, есть там праздник. Шавуот. Неплохо было бы, ну, так чисто теоретически, неплохо было бы для студентов МЖБА и знать, что происходило в первый шавуот. Еще раз. Я повторю свою мысль, отвечая на ваш вопрос. Неплохо. Мессианских общин и студентов Мессианского института, что происходило на первый шавуот. Ну, чисто теоретически, так на всякий случай. Наверное, мы поэтому на этом и зациклились. Так это же именно в том, что это было. Раньше шавуотов не было. Шавуот – это, кстати, праздник на пятидесятый день после их выхода. И это был, вы не поверите, первый шавуот. До этого их не было. Нечего было считать пятидесятый день. Это был первый Пейсах и первый, собственно говоря, шавуот. Шавуот вы регулярно празднуете с Пейсахом? Ну, что происходило на Пейсах, вы еще знаете, я так догадываюсь. Хотя уже не факт. Я просто боюсь вас спрашивать. Рабами мы были. Ну, тогда как раз мы собрались выходить оттуда. И как раз вроде пятнадцатого Ниссана таки вышли. Может, не надо. Может, давайте перестанем гадать. То есть, понимаете, здесь не совсем передача «Угадай мелодию». Это же не совсем. Вы же здесь не для того, чтобы сказать «А-а-а, может быть, может быть, вот так?» Не, неправильно, хорошо. Ладно, тогда может быть, может быть, вот так? Давайте как-то вернемся к Писанию. Вы хоть приблизительно догадываетесь, согласно традиции, что по идее там было? Чего? Это, мягко говоря, день на девяностый. Я же только что сказал. Со скрижалями он припелся день на девяностый. Не на пятидесятый. Я не знаю. Это вы так думаете. Я понял. Еще раз, только медленно. Вы догадываетесь, что они пришли к горе на какой день недели? Правильно? Спрошу, правильно? Вот, вот это уже плохо. Еще раз. Вышло не до 15. До конца месяца сколько осталось? 14 или 15. Если 14, то в следующем месяце сколько было? 30. Если 15, спасибо. Значит, сколько? На какой день они не пришли? 44. Это понятно? Больше не надо к этому возвращаться. Отлично. Выяснили. Приблизительно на 44 день. Окей. Теперь у меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько Маше пробыл на горе, пока он получал скрижали? Кто-то еще имеет какие-то идеи по этому поводу? Сколько Маше пробыл на горе? Так, сейчас не надо уже читать. Уже 40. Спасибо. 40 дней и 40 ночей. Принят ответ? Принят, нет? Или 3? 40. Отлично. 50-й получится? Нет. Поэтому события, очевидно, с Тельцом были явно не на 50-й день или явно не на шиву. Это понятно? Понятно. Хорошо. Отлично. Задаем вопрос еще раз. Согласно традиции? Что же все-таки было на 50-й день? Я не слышал просто идеи, согласно традиции, о том, что события с Тельцом были на 50-й день. Я не знаю, вы, кстати, там комментарии нашли? Хорошо. Потом в перерыве мне покажете. Ну-ну. А можно местописание? Я понял. Это чего надо сделать потом? Им объяснили. Ну, согласно традиции, чего там было? Нет. Ну, да. Вы, когда разговаривали друг с другом, вы слышали, что правильно это? Вы тихо разговаривали? А он тихо разговаривал. Ну, кто-то просто громче может быть. Дарование Тора. Да. Оказывается, день дарования Тора. А еще, что мы буквально пару дней назад поговорили на эту тему. Чего произошло? 24-я глава книги исхода. Чуть-чуть дальше читаем. А-а-а. Ну, вот это. Они приняли. Они приняли Тору, на основании которой они вступили. Понятно, да? Что произошло? Действительно, этот день можно считать днем, когда они приняли на себя обязательство исполнять закон. Ну, или можно другими словами сказать. Это день, когда им подарили. Ну, потому что там были определенные события, между тем, когда они не взошли, и когда они принесли. Ну, там были какие-то события. Там были события изложенные. 21-я, 22-я, 20-я, 21-я, 22-я, 23-я. И еще получали законы, да? А после этого Бог сказал что-то сделать. Традиционно считается, что это произошло именно на 50-й день или в первый шивот. Итак, представление. У вас было представление о том, что им даровали Тору. Такое звучало? Звучало, да? Ну, мне достаточно легко было адресовать вас к 15-й главе исхода, для того, чтобы все попрощались с этой идеей. Извините, но я же специально так сделал. Вы же догадываетесь, что я не случайно так сделал. Никакого конфликта нет. Мы знаем, что заповеди были даны еще раньше. И заповедь о шабате была дана еще раньше. И Песох, уставы Песоха, они были даны еще раньше. И часть законов была дана в мире. И мы читаем 20-ю, 21-ю, 22-ю, 23-ю главу, где даны тоже какие-то постановления. Но книга Завета появляется у нас в какой главе? 24-я. 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 И они вступают в Завет посредством описания книги. Завета и короплением крови, народа и книги. Что дальше интересно? Что понятно, что это не окончательный вариант. Понятно, что это не окончательный вариант. Потом Бог продолжил говорить с Мошей и давал еще постановление и законы. Это понятно, да? Но как старт оформленный, с которым они согласились, мы видим на первой, на первой шву, на первой шву. И вам неплохо, в общем-то, знать, чтобы коварные преподаватели в следующем. Не сбивали вас вот такими вещами. То есть вы должны догадываться о том, что ваши знания должны формироваться и базироваться не на представлениях, а на том, чтобы вы взяли и проверили это все по Писанию. Это не шутка на самом деле. На самом деле это не шутка. Я вам не буду сейчас рассказывать, какие глупости иногда люди выводят из того элементарного незнания Писания. и еврейских праздников. Но поверьте, вы можете с ними столкнуться. Я читаю какую-то фразу, и вы все меняете свое правильное понимание, легко говорите, а, так это все было не так. Я прочитал в третий месяц, а, ну так это уже не 50 дней, там же третий месяц, ну уже все, тогда все, поезд ушел. Вы говорите, да, традиционно это день дарования Торы. А, так закон был дан в 15-е ЛАИ. А, ну понятно, тогда это не в этот день. А что же произошло в этот день? Ну, вообще не знаю. Понятно, о чем мы говорим? Я, ну, мне хочется верить, ну мне просто хочется верить, что после этого урока вы все-таки прочитаете все это, и в следующий раз, когда вас спросят, вы точно скажете, ну-ну-ну, мы считали, мы знаем, что там произошло, и это точно произошло на какой день? на 50-й. И если вам зададут вопросы, которые я задавал, скажите, не-не-не, мы что сделали? Посчитали. И мы уже знаем. Понятно, да? Понятно, чего я прицепился с животом. Ну, если понятно, давайте тогда перерывемся. На перерыв. Продолжение следует...